посмотрите как припарковали фуру и парковали фуру с нарушениями заушением затор смотри как я говорю берите машину или значки или свою машину сзади перегоните поставки дорогу рассказывай так что кажут что я ехал через москотя номер там будка похожа вот эти трое а тут говорят девчина сильно борзла была это вы сильно борзые были девушка можете представиться хочу понимать с кем и буду вести диалог не надо туда смотреть вы с ценой же сообщаетесь правильно можно ваша службовая посвящена не надо туда смотреть вам не там умного ничего не подскажет мы знаем как вы работаете по 10 тонн дайте но я не знаю я муху гонял вы я смотрите вы сейчас будете еще пару движений делать я вам начну начну хамить дайте нормально я же говорю я муху убирал чтобы не укусить дайте я знаком дайте я знаком вам тоже вот так будут показывать коряво в диске посвящен но вы можете нормально вот так держать вот так можете держать вы сейчас меня заставите просто хреново разговаривать но вы вот так вот держите бокок быкова татьяна анатольевна полицейский упп в харьковской области до 25 21 года мы с вами не виделись девчина вообще не разговаривала некорректно не некорректно спокойно было спирткувать но говорят чтобы человека с машины доставали тут двери дергали вы конкретно дергали дверь спичка зажигалка или что это есть можно в административный суд обратиться в принципе сучку иного правопорушивания воде я чего вы смотрите на него вот скажите чего вы он что-то вам подсказывает или что или вас наушник стоит или ваша охранник тон вы получается стояли на заправке правильно я так понимаю стояли на заправке выжидали очередную жертву вы его остановили аж здесь еще и с нарушениями правил дорожного движения цеперше другое а почему вы не сработали на превенцию скажите пожалуйста татьяна вы кого вы можете ответить давайте я поясню не я хочу с девчиной поспелкуваты с вами я на спелку ютс почему вы не сработали почему вы допустили як вы утверждаете право нарушения проезд на знак 10 тонн правильно я понимаю вышла на это охоту что объявили а 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 у вас есть информация что он порушил пдд а в каком виде вы это сделали что вы его остановили а видео показали какое то что он проезжает под знак 10 тонн а подзнак 10 тонн нельзя проезжать а а а а а а и а обмыт а и а а а а а за а а а кто это? потому что водитель нам не представился я бы не представился, я бы сказал, что я еще далее а для чего вам документы? чтобы установить особу? за какую базу? за какую базу? за какую базу? у вас есть какие-то базы? базы НАТО у вас существуют? это, может, у вас такие основные базы но что вы в этой базе хотите увидеть? там правонарушение его будет написано он порушил правила дорожного ружу правильно, Татьяна? я думаю, что сейчас подготовка дорожного доска а, ну так вы и починаете а вы видео ему показали, что он порушил? я скажу, не знаю показывали тебе видео? а что на том видео? на том видео и где-то машина похожа на губка и они постоянно за тобой только едут? нет, они едут вообще где-то там где-то отмели а вы в этот момент были в движении или вы стояли? это очень большая разница они стояли на заправке? или они в движении были? с остановки, стоящая машина потом начинает двигаться то бишь вы допустили правопорушения какое-то особо может быть и перед нами можешь еще раз видео посмотреть? да, можно а это Huawei или что это? самсунг? это новые выдали чтобы смотреть доказательства по справе? мы можем... но тут же будет как бы эффективнее ну давайте уже на том хотя бы вчера такого не было как появился первый батальон все вас как прусаков как тараканы бегаете где угодно не успеваешь туда ехать туда ехать всех обижают всех ломают зачем вы хрупкого парня с машины хотели достать? зачем вы это делали? вы будете на меня и сказать что я его доставала Андрей, вы скажете что я вас... да у вас посмотрите кулак как мой один понимаете? а ручку зачем дергали? это ваш муж? что? вот этот? вот этот хороший хлопец мужчина не надо не надо не надо вы постоянно смотрите на него и на вас маякнет что-нибудь что же говорить? где же не тратить? чтобы лишняя жалоба не залетела я еще на вас смотрю это потому что тоже да ну вы же со мной делали видео и поэтому и я на вас смотрю а вы просто общаетесь со мной вы глазком так маякуете напальнику ну что? что? что мне не тратить? а там днем правопорудия довольно видно правопорудование то есть честно видно правопорудование а это а? это же другая и будите знакомы? да 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 стой вы за меня пусть он подойдет покажите пожалуйста доказу стой на шее нажмите паузу Вот смотрите, за то, что ты обманываешь, я уже на ты перехожу, знаешь почему? Почему я обманываю? Вот смотри, ты сказала, что вы вывели в движение, правильно? Твои слова были? Вот, пацаны тоже фиксировали. Получается, ты уже обманула, нося свою корпус. И когда я сказал, что я не согласен с видеодоказами, вы начали документы... Получается, вы заведомо... Вы предъявили мою вину, что это явно, вы... Давай документы, ну да. Когда я защитника вызывал, не, не надо, давай вперед документы, какие? Вы бы не тупо остановили, не за что. Мы вам не дали можливість выкликать от защитника, как вы скажете. А после этих слов сказали, что дайте документы, мы подивимся, а потом будете оскарживать. Дивися, есть порядок розгляду справы. Вы вышли сами, я не знаю, что вы по-наросказывали. А ты один был в машине? Жена с допуском. У нее тоже есть права. Нет, есть права, вопрос нет. Вышли из машины и начали рассказывать... Нет, вот этот данный доматянин, начали рассказывать, что ничего не показывай, ничего мы не показываем, а ждем адвоката. Знаете, почему он так сказал? Не адвоката, а ознакомьте сначала, я говорил, с доказаной, и когда я не согласился с доказаной, не адвоката. Видео поддывался, на видео ничего не показывай. Знаете, почему так люди сейчас начали говорить? У меня даже пример есть сегодняшнего по Киеву. Полиция нагло врет людям. Незнание законов ноль. Вы не принимаете вообще ничего. Вот вы ничего не принимаете. У меня первый вопрос, скажите, у нас больная тема по Жихарскому мосту. Она очень больная. Знаете, почему? Потому что кое-кому можно ездить, а кое-кому нет. Почему вы не работаете на превенцию, не останавливаете все фуры? Там на превенцию стоял экипаж перед мостом. А что-то ни одного не видел. Вы стояли на заправке. Нет, 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 я говорю не мы. Там стоял экипаж. И останавливал всех, говорил, всех разворачивали на заправке. Я же вам скажу, если скачать видео чуть-чуть раньше, то мы проезжаем. Стоит экипаж, который попередживает рух вонтажных транспортных засобах. Никого не попередживает. А давайте, можно я выскажусь? А давайте сейчас устроим, просто не устроим, а сделаем эту работу. На час времени вы встанете и каждого... Ни одна машина не приедет. И вот на час каждого разворачивайся. Вот час. А мы уже такой флешмоб делали. Час, мы стоим, понаблюдаем. Понаблюдаем, я скажу. Что здесь происходит? Есть одна ситуация, а вы вот пришли и начали рассказывать. Нет, мы за превенцию заговорили. А бежи туда, а бежи сюда. Нет, вы не мой, он же вам не начальник показывает. А давайте мы сначала разберемся с этой ситуацией, а потом... С ситуацией, если вы говорите, что вы стояли на заправке, вы могли бы... Нет, подожди. Смотри, Тадьяна сказала, что она... Я же задал, это очень... Это получается, полицейский допустил нарушение, заставил тебя... А так бы, если бы... Скажи, если бы тебя остановили, ты бы дальше поехал бы? Ты дальше поехал бы? Нет, конечно. Никакого хорошего. Под знак 10 тонн. А водитель из початка рассказывал, что он в другой дороге не знает, он всю жизнь тут ездил, и всю жизнь так водоездил. Да я вам под вашим... Я скажу, что вообще... На тебя же психически повлияли. Да, конечно, втроем навыки, а я... Вот, вы сломали психику человеку. Понимаете? Сейчас ему нужно будет обратиться к психологу. А не дай бог дурка по нему будет плакать. Больной человек будет ездить за рулем. Вот, видите? А кто виной будет? Татьяна, которая обманула. Обманула граждан, честных. Татьяна, дивиться, Татьяна никого не обманивала. Она уже сказала, мы ехали в движение. Я же не просто, я специально задал вопрос. Вы в движении это сделали? Или стояли, ждали? Она говорит, в движении. На видео четко видно, стоит автомобиль на заправке. У меня по этому поводу есть ролик, не один. Где? Вы, да-да-да, стоите на заправке и ждете. А какого же мы лоха остановим? Хотите сейчас качнуться по закону? Давайте качаться по закону. Тут не то, что мы стоим на заправке. Мы выезжаем с заправки. Нет, дальше, дальше, дальше. Еще, еще, еще. Автомобиль сейчас стоит? Сейчас стоит. Не пересек... Не надо мотать. Не надо мотать, пожалуйста. Мы начинаем рух. Вот, рух. Начинаем... Вот, начинаем рух. Начинаем рух. Выезжаем с заправки. И вот съедут. А знаете, как это получилось? Мы сейчас посмотрим, летим уже, да. Вы сидите. Один в боковой. Вам показать? Вам показать, как это сделать? Ну, в принципе, можно. Не в принципе, это так и было. Товарищ полицейский. А почему вы его довели сюда аж? Я, потому что я не запинялся. Я не запинялся. А вы громко говорите или договорили? Зупиняемо. Зупиняемо. Я там стоял как раз. Видите, какие красные маячки? Создать, потому что той там, той там вообще непонятно. Они, в общем, зажали тебя, да, получается? Вы вырезали? Потому что я там встал вообще по сплошной стоять. Как же мы ролик назовем? Танка-зажигалка ломает людей? Вообще жестко будет. Вы были в Ютубе с 21-го года? Были в Ютубе или нет? Вам популярно что-нибудь делал? Вы были известны на всю Украину, на весь город Харьков полицейская? Будете теперь. До чего зараз это вопрос? Давайте рассматривайте справу. Давайте. Человек вам говорит, что он не нарушал никаких правил вооруженного движения, и не он был за рулем. Ну, зачитал имени права, я хочу воспользоваться юридичным образом. С Татьянкой. Потребно посвящение? Да. Я весь мой пушит. Я запрету вам, мое посвящение потребно? Есть, но потребно. Она сейчас вас еще пробьет по базе. А-а-а. Чудесный я, рулет? Да нет, но освещения достаточно пробивать. Пробивайте, пробивайте. Вбивайте, вбивайте. Нет, я не знаю, что я взяла. Соби больше. Понимаю. А вы? Викола Тетяна Анатольевна. Викола Тетяна Анатольевна. Ага. Инспектор полиции. Другого батарея. О, как вы. Викола Тетяна Анатольевна. Все на полиции. Все на полиции. Паня Тетяна, вы разупинили транспортное заседание решения? Да. Можно узнать причину затимки? Согласно третьего пункта, частина 1-й, ст. 35-й, которые мы украли на территории. Наявная информация, что до обеспечения административного вопроса, да? Что в день может быть причинен, да, причинен административного вопроса. А, можно ознайомиться с материалом справа всей информации? Знаете, такое вы значение информации, да? Нет, ничего, я бы не видел. Да, есть, не надо. Стоит она заправка. Маршал в этой землею, да, в 10-й армии? Ну, это чайный урок. Очень дочайный урок. И тоже на фонде. А можно побачь, что ее надо узнать? Да, да. Как можно понимать, что вы едете не в слепой зоне, но вы видите, что вы едете в слепой зоне? А звуку нет? Звуку нет. То есть, причина зупинки, что он не сразу остановился? Причина зупинки в том, что он разрушил обмежение. Ну, я побачу, что вы стоите на заправке. Вы ездите. Дивлюсь. В общем, дождались мы адвоката. Приехал Юрий Николаевич Кубай. И сейчас уже в более законном русле. Ну, полицейским респект. Почему? Потому что они дождались. Они дождались адвоката. Они вошли в положение. Потому что человек не с этого города. И они сейчас уже рассматривают это дело. Есть. То, что сказал он, я думаю. Мне еще уже было подготовка. Дорога без правил. Паня Тетяна. Водитель въезжает на мест и бачит обмежение. Даже, припустимо, что у него больше 10 тонн. Его действует, в данном случае, чтобы не допустить правила дорожного рука. Вот вас я хотела это заплатить. Стоять на мосту Можня? Стоять не. Там все цельная северная линия. Один один, да? То есть. То есть. То есть он тоже не имеет правила. Как он должен действовать, чтобы не начать правила дорожного рука? Тем более я вижу, что за регионом это не Харьковский, а полтавский. Он не местный человек. И я, наступное вопрос, я же так понимаю, что можете ознайомить меня с информацией, что полно споряджена масса транспортных средств превышает 10 тонн? Да. На основе чего вы пришли вы такой выяснили? Примирали за базой. За базой? Внутрешнюю. И ПНП. Нет. Так вы же понимаете, что должны быть выкрыстены доказы при развитии справ. Я же не даром попросил вас ознайомить меня с информацией, ознайомить меня с доказами по справе. И ПНП в вашу службу базу. То есть вы не можете присылаться на те выказы, которые будут для учеников не поступать. Как вы не будете. Поставка это есть. Возвольте сказали, что я не хочу. Я не могу найти, но вы не поступали. Я не могу найти какие-то ступники, то есть материальные все информации, которые будут написать. Очи полицейские и обеспечения, даже не может выводить очи. Возвольте. Что? Представа зупинки, то я впервые рассказал, что мы сразу видим. Все просто таки, будем вы все-таки сказали, что мы видим знак здесь. Но реально объективно. Давайте. Людина из другого региона, она едет, она увидела этот знак, заезжающий на место. Там нет съезда, там нет места для разворотов. Там существенная линия. Куда он должен идти? Ну, нет схемы объезда. Куда идет направо, налево. Куда ему идти? Там блоки стоят, там лежат. А я скажу, что он мог выезжать из этого. Из овечевой фабрики, где склады, лицензийные склады. Тогорельцы. И там знака этого просто немало. Скажите, а почему на превенцию не сработали? Ну то, что очікули адвокаты. Я думаю, может сейчас работа спрацует на превенцию. Шановный водитель, будьте в следующий раз уважны. Мы действительно поводживаемся с положением ст. 17 Купата. Бажаем вам счастливой дороги. Потихоньку идти до Полтавы. Будьте уважны на этой территории дороги. Мой человек, я человеку задаю вопрос. Если б вас на превенцию сработали, и вас остановили полицейские, они стояли на заправке, и там есть же карман. Там же можно стоять на заправке. Чтобы не пустило ее на место? Да, да. И задали ему вопрос. Смотрите, там стоит знак, вы туда ехать не будете. Человек говорит, ты бы поехал туда, он бы туда не поехал. Я так вважаю, что вы поясняете, что вы выезжали, этого знака не было. Вы решили, что вы выехали на... Да, да. Мы уже побачили все, кто там все. Вы же просто вышли втроем, налетели. Я не верю, что вы не налетели, они стоят толерантно. Там такая ситуация. Дякую вам за Вану. 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 Горного вечера. Андрей Степанович. Это и важно. По 247-й? Через 17-й. Все, Андрей Иванович. Бултику привет. Спасибо. Скажи, что тут есть надзор Харькова, тут вода сбегает и все. Не даешь життя... Не даешь життя патрульной полицейской. Такая действие сегодня патрульная полицейская на прочую толерантно, уважно и здатно принимать законные решения. А вы, водяки, все ж таки будьте уважны, не порушуйте правила дорожного. Друзья, в общем, закрыли производство по 247-й. Как они правильно? Через 17-й. Какие идеи вы вышли? Встанет на нее не активность? Ну, вы не заморачивайтесь, потому что вы все равно это не поймете. Вот, я еще раз повторюсь, полицейским респект, потому что отнеслись вообще адекватнейше за всю мою деятельность. Я ни разу не видел, чтобы простояли... О, не будем говорить сколько они стояли, но они стояли очень долго. Они стояли очень долго, вошли в положение и на крысу нихера не сделали. Потому что они понимали, что будет дальше происходить. Поэтому оставляем свои комментарии, не нарушаем правила дорожного движения, но если нужны адвокаты, вы знаете куда писать. Пишем в надзор Харьков. Мы погнали дальше.